Итак, ваша тема финала. Футболисты и судьи. С на конце. Маршалы и фельдмаршалы. Прозвище и псевдонимы. Пираты. Поехали. Футболисты и судьи за 10. Этот судья начинал футбольную карьеру играя за церковную футбольную команду Дон Орион. А с 2016 года возглавляет судейский корпус ТИФА. Это Пьер Луиджи Калино. Это Пьер Луиджи Калино. Плюс 10. Футболисты и судьи за 20. Для того, чтобы войти в клуб Григория Федотова Необходимо забить больше 100 голов. Да. Необходимо забить больше 100 голов. Футболисты и судьи за 30. Какое решение должен принять судья, если после ввода мяча из-за боковой линии Аут. В смысле, назначить угловой. Из аута выкидывают мяч за линию ворот. Да, плюс 30. Если это, собственно, не касаясь никого из игроков, влетело в ворота одной из команд. Если это ворота команды игрока, который вводил мяч в игру, назначить угловой. Если мяч влетел в ворота команда и соперника, удар от ворота. Футболисты и судьи за 40. За этот футбольный клуб несколько лет играл Валерий Карпин. Какой из них? Сельта это минус. Он играл. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Реал соседат. Давайте мы, друзья, снимем этот вопрос. Ром снимаем, потому что он за сельту тоже играл. И мы закончим замену темы «Бедные родственники». Бедные родственники за 40. Именно так называют жену двоюродного брата. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Братониха ее называют. Братониха. Еще не рано. Просили слова на «Б» не произносили. Футболисты и судьи за 50 возвращаемся. Рекорд мировых чемпионатов по количеству голов в финальной части принадлежит именно ему. А, ну, Жисхонтен. Это минус. Это минус. 5, 4, 3, 2, 1. 0, это Мирослав Клоза. Это я проверял. А, да, там... С на конце вторая тема. Соответственно, в ответе будет где-то С на конце. За 10. Этот российский писатель-фантаст является автором цикла произведений от Тани Гроттер. Елец. Да, плюс 10. Цена на конце за 20. На гербе именно этого города... Елец. Елец, родина Михаила Пришвина, изображение красного оленя в белом поле, стоящего под зеленой елью. Цена на конце за 30. Именно это прозвище носил в республике Шкит потомок от зейских баронов фон Офенбах. Немец. Это минус 30. Купец. Купец плюс 30. Купа. Цена на конце за 40. Это животное, не имеющее вообще никаких копыт. Талмуд запрещает употреблять пищу, как имеющие раздвоенные копыты, но не жующие жвачки. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это Заяц. Цена на конце за 50. Именно этот легендарный стайер после двух феноменально выигранных забегов на Олимпийских играх 1956 года был признан лучшим спортсменом года. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это Владимир Куц. Маршалы и фирмаршалы. Третья тема. За 10. Сыграв в фильме «Генерал» эту роль, Владимир Меньшов посигнул нам многолетнюю... Иснение, что Жуков. Многолетнюю гегемонию Михаила Ульянова. Это маршал Георгий Жуков. Маршалы и фирмаршалы. За 20. Узнав о производстве фирмаршалы, он начал прыгать... Это Александр Суворов. Через спинки стульев, называя фамилии генералов. Мол, и через такое перепрыгнул... До дорогов позади. Да-да-да. Маршалы и фирмаршалы за 30. Этот советский маршал носил ту же фамилию, что и прусский генерал. Блюхер. Выигрыши битву при Ватерлоу. Да. Маршалы и фирмаршалы за 40. В этом стихотворении Пушкин воздал должную хвалу генерал-фирммаршалу 1812 года Барклаю де Толли. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это полководец. Маршалы и фирмаршалы за 50. В этой спортивной игре маршалом называют официальное лицо на поле, которое должно следить за скоростью игроков и соблюдение ими этикета. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это гольф. Четвертая тема. Прозвище и псевдонимы. Прозвище и псевдонимы за 10. Именно такое прозвище имеет полковник Петренко, начальник ментов с улицы Разбитых фонарей. Мухомор. Мухомор плюс 10. Прозвище и псевдонимы за 20. В Москве его прозвали Король-Комсомолец. Аж 6... Сбрось. Поздновато сбросить. А 6 июля 45 года он награжден Советским Орденом Победы. Это Михаил Первый. И у нас замена. Тема «Что-то с памятью». Что-то с памятью. За 20. Песню «Я продолжаю забывать» относят к репертуару именно этой советской рок-группы. Отлично. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это группа «Зоопарк». А прозвище и псевдонимы возвращаемся за 30. Именно такое прозвище получил Василий Тимофеевич Оленин. За твердый, как камень, характер и крепость сил душевных. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это Ермак. Прозвище и псевдонимы за 40. Наполеон называл его первым офицером своего рода оружия. А немцы прозвали его генерал-феркмейстером Наполеона. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это Антуан Друо. За 50. Именно такое прозвище, в переводе означающее «глупец», получил от царя Тарквиния Гордова римский юноша Луций Юний. За то, что пытаясь спасти себе жизнь, притворялся помешанным. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это Брут. Тоже неплохо. Пятая тема. Пираты. У нас результаты. Минус 30, плюс 70, плюс 60, плюс 10. Пираты за 10. Этот пират вплетал в косички... Эдвард Тич. Да, черная борода. Бороды паклю с селитрой и в бою поджигал ее. Пираты за 20. В отличие от Флебустьера, он всегда сражался только за свою страну. Капер. Капер – это минус. Или, по крайней мере, только за одну страну. Не жил и не оперировал вне своей страны. У нас приватир. Это минус. Всегда ограничивался действиями только на море и никогда не проводил операции на суше. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Есть минус, что Корсар. Корсар, да, это Корсар. Жил и кондотер. Пираты за 30. В честь этого английского мореплавателя, поэта, драматурга, организатора пиратских экспедиций и фаворита королевы Лизайнты I, тогда Уолтер Рейли, названа столица штата Северная Каролина. Уолтер Рейли. Пираты за 40. Во время своего недолгого пребывания в пиратах он носил прозвище «Кровавая рука». 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это Геккельбери Финн. Пираты за 50. Совершив в 1587 году дерзкий набег на этот важнейший испанский порт, Фрэнсис Дрейк, по его собственным словам, это минус 50, Фрэнсис Дрейк, по его собственным словам, подпалил бороду испанскому королю. 5, 4, 3, 2, 1. Это минус 50. 2, 2, 1, 0. Это Кадис. Ваши темы следующие. 5 тем. Что у вас на голове? Цветная тема. Везде I, вымышленные животные и аукционы. Что у вас на голове за 10? В Мексике, в наше время, и указ, который, в общем, ограничивает размеры этой одежды. Что у вас на голове за 20? В прошлом этот головной убор считался обязательным для мусульман, так как его насел пророк Мухаммед, да, плюс 20. Что у вас на голове за 30? Он был единственным человеком в СССР, которому разрешили сфотографироваться на паспорт в головном уборе. Папахе. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это Махмуд Эсамбаев. Да, хорошо. За 40. Этим словом называют не только птицу, но и старинный русский головной убор замужних женщин. Вышитый чехол... Ну, сорока. Из холста, кумача или другой ткани, надевавшейся поверх кички. Да, это сорока. Что у вас на голове за 50? Этот головной убор украшали кутос и этишкет, а сам он украшал красавца гусара. Кивер. Кивер, да, плюс 50. Цветная тема. То есть кивер 50, сорока, сорока. Вот я тоже так думаю. Цветная тема, кто не знает сорока. За 10. В Мексике его цвет желтый, в Бразилии пурпурный, в Восточной Азии белый. Цвет тараурный. Да, в Европе черный традиционно. Цветная тема за 20. Она бывает белый, желтый, розовый, а еще ореховый, миндальный и маковый. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это халва. Цветная тема за 30. План фашистской Германии по захвату Польши назывался... Вайс. Он назывался Вайс, это минус 30. Назывался Вайс белый, а план Гельб, желтый, был направлен в первую очередь против этой страны. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Против Франции. Против Франции, да. Цветная тема 40. По одной из версий, это слово появилось во время Американо-мексиканской войны из-за того, что американские солдаты часто распевали песню «Растет, растет зеленая трава». Гринго. Гринго плюс 40. Цветная тема 50. Цветная тема 50. Среди стихов этого француза, за который он, собственно, и пострадал, белая Венера, черная Венера и зеленоглазая Венера. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это Шарль Болдлер. Третья тема «Везде И». То есть в ответе будет слово, где будут одни буквы «И». «Везде И» за 10. Сейчас это официальная спортивная форма в женском пляжном волейболе. «Везде И» за 20. После массовой вспышки этой болезни в войсках французский король Карл VIII был вынужден заключить мирный договор с неаполитанским королевством. «Везде И» за 30. Из этого химического элемента изготавливают тигли для выращивания монокристаллов. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это Иридий. «Везде И» за 40. Именно он был патриархом русской православной церкви с 1672-го по 1673-й годы. Петерим. Петерим плюс 40. За 50 везде «И». Написанные в окрестностях Балагова пейзажные этюды этот территориальный художник использовал в создании иллюстраций к сказкам «Золотой петушок» и «Сказка о царе Салтане». Это Билибин. Плюс 50. И животные. Вымышленные животные за 10. Ками – это существо в виде гигантского сома, которое живет под поверхностью Земли и своими движениями вызывает это природное. Подполовки вообще возьмутся 7. Да, плюс 10. За 20. Из пера этой птицы была сделана сердцевина палочки Гайи Поттера. Феникс. Феникс плюс 20. Вымышленные животные за 30. Это змееподобное чудовище с ядовитым… Василиск. Василиск. Это минус 30. С ядовитым дыханием, обитавшее, простите, в подземных водах, было убито Гераклом во время второго его подвига. Вымышленные животные за 40. Именно такое имя получил антромпоморфный тюлень, олимпийский талисман… Вигри. Как еще раз? Вигри. Вигри, да, олимпийский талисман соревнования по парусному спорту, проходивший в Таллине во время 22-х летних олимпийских игр. Вымышленные животные 50. Именно, простите, в произведениях братьев Стругацких так называется вымышленная разумная раса с планеты Саракш. Живут с двоенными семьями в норах либо заброшенных подземных помещениях, бункерах или метро. Умеют хорошо лазать по деревьям. 5, 4, 3, 2, 1. А могут это голованы? Это голованы плюс 50 разумные собакоподобные существа. Счет, пожалуйста. Плюс 10, плюс 160, плюс 180, плюс 40. Аукционы. Последняя тема. Аукционы 10. Этим словом называется предмет или партия товара. Да? Лот плюс 10. Аукционы 20. 6 рукописных копий своего сборника сказки Барда Бидля она раздала... Джон Роулинг. Джон Роулинг плюс 20. Раздала друзьям. Седьмую продала. Продала с аукциона, выращив без малого 2 миллиона фунтов стерлингов. Аукционы за 30. Этот инструмент Брайана Адамса с автографами великих музыкантов был продан с аукциона почти за 3 миллиона долларов, став самым дорогим из подобных в мире. Плюс гитара. Гитара плюс 30. Что у него еще было? Чтобы поддержать собственный центр искусств в Нью-Йорке, он продал с аукциона приобретенную в 1976 году картину Верещагина «Вид Санкт-Петербурга». 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это Барышников. Аукционы за 50. Счет такой же. И у нас борьба за третье место и даже за первое. Аукционы за 50. 118 тысяч долларов на аукционе 2005 года стоил белый костюм этого человека, известный по изображению 1969 года. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Максим успел. Успел, успел, успел. Давай предположим, что Вячеслав Полунин. Вячеслав Полунин, к сожалению, это минус 50. Кто не вам гостюм? 3, 2, 1, 0. Это Джон Леннон. Это Джон Леннон. Либо Леннон, либо Макарнин. И мы поздравляем чемпиона, 12-го чемпиона Курской области Геннадия Мальцева. Аплодисменты. Селегионного призера Максима Иванова. И бронзового призера, который у нас второй год выходит в финал и второй год становится бронзовым призером. Ну, в смысле, чемпион первой лиги выходит в финал и становится бронзовым призером. Это Евгения Болзарева. Аплодисменты.